Несколько минут до выступления юные артисты повторяют слова и движения, фотографируются. Сегодня для талантливых ребят в студии «Живая классика» очередная важная ступенька. Они представляют публике продолжение своей прошлогодней сказки, которая стала особенно популярной. Вторая часть, постановка «Душа и чистота», получилась не менее остросюжетной, но при этом очень теплой и душевной. В волшебном царстве королевы снежной, там стелется ковром пушистый снег, и в юге звонкой слышатся напевы. Традиционно выступления театральной студии «Живая книга» пользуются популярностью у зрителей. В зале не только родители, но и родственники, друзья, близкие, юных артистов. Сколько ярких образов, сколько необычных сюжетных линий. Волшебные персонажи из самых разных сказок появились на сцене вместе, чтобы дать советы о том, как обрести счастье и любовь в Новом году. Вообще они живут этим. Как только была дана команда, что мы выступаем, вторая сказка написана, и мы готовимся, сразу все стали просить, дайте мне роль, какую песню я могу исполнить, какой танец я могу станцевать. В общем, они все очень живо откликаются и очень хотят участвовать во всех мероприятиях российского центра. Атмосфера настоящего бала царила в зале. Ребята читали стихи, пели, танцевали. У каждого персонажа была возможность продемонстрировать свои данные, показать, на что он способен. Кроме того, для мальчиков и девочек репетиции, выступления – это тоже элемент формирования культуры общения. А еще продвижение классического русского слова в массы. Студия наша, конечно, дает очень много ребятам, и мы очень рады, что они к нам приходят, их число множится. И вот с сентября у нас появились новые лица, уже ставшие нам родными. Я хотела бы всех жителей города Бреста, всех брещан, в первую очередь юных жителей, конечно, города Бреста, поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем благополучия, добра, радости, вдохновения, чтобы сбывались все-все самые заветные мечты.